25 декабря в зале заседания состоялась последняя в этом году сессия Совета народных депутатов Кашхабльского района. В работе сессии принял участие глава района Заур Хамирзов. На повестку дня было вынесено пять основных вопросов. Началась сессия с приятного момента. Накануне в администрации района была организована акция и установлена елка желаний. Один из участников акции, а именно девятиклассник Вольнинской школы Владислав Гирянский написал о своем желании провести один день с главой района. В следующем прошла сертифическая акция елка желаний. Не приняли участие 11 призеров сертифических олимпиад, конкурсов, соревнований. Одним из желаний участников ученика 9-го класса СОЖ номер 9-го Вольного Гирянского Владислава Юрьевича было провести один день с городе Шкабовского района. Сегодня нам бы хотелось осуществить это новогоднее его желание. Он сегодня присутствующий у нас в зале для того, чтобы провести экскурсию, познакомиться с руководством района, увидеть депутатский корпус района, побывать на нашей сессии. Владислав имеет множество наград, родители 7 федерального уровня, 6 республиканского уровня, 8 математики, физики, экономии, биологии, водотехники, а также иметь достижения в спорте, победитель соревнований по плаванию. Далее депутаты приступили к своей работе. Основным вопросом по вестке дня стало обсуждение и принятие бюджета района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. Главной целью бюджетной политики при проектировании бюджетных показателей являлось достижение сбалансированности бюджетной системы муниципального образования в Шкабовский район. Бюджетные ресурсы концентрировались на выполнении приоритетных для муниципального образования расходных обязательств и сохранении социальной направленности бюджета муниципального образования в Шкабовский район. Исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования, планируемый тенд рост на поступление налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составит 103,2% к оценке исполнения 2020 года. Основные характеристики проекта бюджета на 2021 год и на плановый период характеризуются следующими данными. Общий объем доходов в 2021 год 638 миллионов 799 тысяч, в 2022 год 567 миллионов 876 тысяч, в 2023 год 628 миллионов 86,4 тысячи рублей. Расходы в 2021 год 643 миллиона 499 тысяч, в 2022 год 572 миллиона 776 тысяч, в 2023 год 633 миллиона 86,4 тысячи рублей. Затем с докладом об утверждении положения об управлении образования выступила начальник управления Осяд Берзегова. Все рассмотренные вопросы депутаты приняли единогласно. В завершении со словами благодарности и пожеланий к депутатскому корпусу обратились глава района Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. В двери Нового года хотел бы всех поздравить с наступающим Новым годом. Старый год был очень простой, сами знаете, непростые сложные события, связанные с COVID-19, с пандемией. Много людей переболело. Я желаю всем вам, всем жителям района, вашим близким, семьям, друзьям, прежде всего здоровья. Здоровья, терпения, благополучия. В старом году все эти взгоды уйдут. Мы все прекрасно понимаем, что пандемия еще не закончилась, она на пике больных очень и очень много, каждый день перерастает, поэтому берегите себя, берегите свои семьи. Пускай в этом наступающем году вот мы, все человечество победит эту заразу, а у вас у всех сбудутся все ваши сокровимые желания. Спасибо всем. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, тоже пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать прежде всего здоровья, счастья, благополучия, чтобы мы также вместе, сообща и депутатский корпус, администрация района, могли всеми силами противостоять всем урозам, всем каким-то вызовам современного общества, как пандемия. Буквально год назад мы что-то не слышали, думали, не придет. Сегодня, завершая год, если глядеться по сторонам, понимаем, что все оказалось так близко и так рядом, каждый знает, есть в семье каждого, или через семью, или родственник, кто-то болел, кто-то тяжело перенес, кто-то в разной форме. Хочу, чтобы мы вместе, сообща, этим вызовам противостояли. Субтитры сделал DimaTorzok